МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейские города показали свою готовность. В Десногорске открыт уникальный баскетбольный комплекс. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Десногорске траур. 27 августа после болезни скончался заместитель генерального директора, директор филиала акционерного общества «Концерн Росэнергоатом» Смоленская атомная станция Александр Иванович Васильев. 36 лет трудовой биографии Александр Иванович посвятил атомной энергетике. С сентября прошлого года он возглавил коллектив нашего градообразующего предприятия. В памяти коллег и горожан он останется человеком мужественным, бесконечно преданным своему делу. Церемония прощания состоится 30 августа в Храме всех скорбящих радость. 26 августа комиссия специалистов коммунальных служб проверяла благоустройство двора в третьем микрорайоне. В этот обход комиссия побывала во дворе домов 13, 13А, 14 и 15. Ухоженный и уютный двор производит хорошее впечатление. И тем не менее, проблемы остаются такими же, что и у соседей. Разрушенные внутри дворовые дороги, старые детские площадки, нет песочниц, сломанные лавочки. Жильцы домов пришли навстречу, чтобы поделиться проблемами. Многие из них сами занимаются благоустройством своего двора и дома. Все, что здесь нацарапано, написано, они забыли, что они являются сейчас собственниками жильда. И их обязанность следить за своим домом, как за деревенский избой. Они по собственной инициативе обустраивают газоны и цветники. Отдельно хотелось отметить жильцов дома номер 16, которые собственными силами проявили инициативу. И, не дожидаясь управляющей компании, даже провели облагоустройство своего двора. Разровняли грунт, который завезли МОПККП. И теперь у них будет красивый дальше двор. Все проблемы, которыми жильцы домов поделились со специалистами коммунальных служб, взяты на контроль и будут в ближайшее время устранены. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В правила эвакуации автомобилей внесены изменения. С 1 сентября автовладельцы, чьи железные кони попали на платформу эвакуатора, смогут вздохнуть спокойнее. Ввиду того, что народ массово не платит за услуги, связанные с вывозом машин и хранением их на штрафстоянке, законотворцы пошли на беспрецедентную меру. Теперь авто можно будет забрать, не имея в кармане ни копейки, а расплатиться в течение 60 суток с момента его задержания. В Центральной библиотеке города прошло заседание методического объединения учителей русского языка и литературы. Педагоги обсудили проделанную работу за 2015-2016 учебный год и наметили задачи на предстоящий. Подобные объединения проходят ежегодно в преддверии начала нового учебного года. Мы будем говорить об итогах ЕГЭ, конечно, потому что это немаловажно, тем более в этом году будет немного изменений в ЕГЭ по литературе и по русскому языку. У нас очень большое внимание уделяется воспитательному значению литературы, и у нас сегодня будет выступление, посвященное духовно-нравственному аспекту преподавания литературы. Ну и, конечно, мы будем говорить о новинках методической литературы. Сейчас их выходит очень много, вот в поле нашего зрения они бывают постоянно, и мы предлагаем учителям то лучшее, что есть сейчас в методических пособиях. Сотрудники библиотеки познакомили педагогов с новыми современными авторами и их произведениями. Был проведен обзор учительской газеты, где публикуются все новости системы образования в целом и те, которые касаются непосредственно предметов учителей. Хорошо, что мы собираемся, потому что Татьяна Алексеевна всегда знакомит нас с новинками, какими-то изменениями, которые нас ожидают в учебном году текущем. Ну и, тем не менее, обмен опытом, конечно же, нам тоже очень важен. Русский язык, во-первых, у нас, конечно же, основополагающий предмет. Мы сдаем экзамен. Это родной язык, который мы должны знать, знать достаточно хорошо, изучать и готовить хороших людей в будущем, воспитывать. Мы сдаем экзамены и по литературе, и поэтому, конечно же, хотелось, чтобы дети больше читали. Работа таких объединений помогает преподавателям обмениваться передовым опытом, разрабатывать новые проекты и совершенствоваться в своей профессии. 27 и 28 августа в Дорогобужском районе прошли заезды российской серии кольцевых гонок. Эти гонки для пилотов самых престижных соревнований в статусе чемпионата и Кубка страны, которые проводятся под патронажем SMP Racing. Смоленский этап подарил последнюю возможность улучшить свои позиции перед решающим финалом, который пройдет в середине сентября в Казани. Для зрителей, которые стали очевидцами ярких гоночных баталий, в перерывах между гонками были организованы развлечения. Два дня пилоты российской серии кольцевых гонок были открыты для общения во время раздачи автографов. Те, кто не смог посетить гоночный праздник, следили за ходом заезда в прямом эфире телеканала «Авто-24». Десногорские хулиганы пакетом с водой разбили иномарку. По появившейся информации в группе ВКонтакте подслушано Десногорск. Автомобиль Hyundai Solaris пострадал во втором микрорайоне. Происшествие случилось в ночь с 25 на 26. Как сообщают очевидцы, иномарка была припаркована между 8 и 11 домами. Сброшенный с высоты пакет с водой пробил заднее стекло в автомобиле. К счастью, хулиганская выходка обошлась без жертв. На Смоленщине стартовала акция «Внимание, дети!». Информационно-профилактическое мероприятие пройдет на территории региона с 26 августа по 4 сентября. Акция направлена на адаптацию детей к интенсивному дорожному движению после летнего отдыха. Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил перевозки юных пассажиров, использования в одежде и аксессуарах светоотражающих элементов, а также о необходимости подавать правильный пример детям во время движения по улицам и дорогам. Возле администрации города прошел совместный инструктаж сотрудников, задействованных в охрану общественного порядка и входящих в систему комплексных сил и средств отдела полиции нашего города. Подробности далее. Такие инструктажи у нас в городе проходят один раз в квартал. Открытое проведение инструктажа, доведение всех ориентировок за прошедшее с начала года время, то есть какие совершены были кражи, какие были совершены угоны, какие проводятся у нас мероприятия. Во время инструктажа для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и доводится необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид и экипировку сотрудников, осматривают служебные машины. Люди в вагонах, так и в форме, были образцом, прежде всего сами образцом поведения и внешнего вида, а потом уже требовали от всех остальных соблюдения законности. Для всех участников были показаны приемы борьбы и обезвреживания преступников. Это необходимо для деятельности подразделений ППС, инспекции по безопасности дорожного движения, вне ведомственной охраны и помогает в ежедневном несении службы сотрудников народной дружины. Хочется отметить, что сотрудники народной дружины вносят большой вклад в охрану правопорядка нашего города. У нас сейчас развиваются два направления, казачьи, донские и кубанские. Также, допустим, сейчас у нас народная дружина по факту 50 человек. Хотелось, конечно, больше. Подобные показательные инструктажи проводятся для того, чтобы жители Десногорска знали, кто охраняет их безопасность на улицах и покой в городе. 27 августа в 4-м микрорайоне открылась первая очередь баскетбольного комплекса. Уже два года в Десногорске развивается детско-юношеская программа по баскетболу. 27 августа в нашем городе прошел грандиозный праздник – открытие уникального спортивного комплекса для уличного баскетбола. Это современное сооружение с площадкой и трибунами, оснащенное всем необходимым для проведения баскетбольных турниров. Открывал торжественное мероприятие инициатор организации этой спортивной программы – генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. За это время проведено десятки соревнований. Видите, что сотни молодых людей в городе Десногорске, дети, занимаются баскетболом, здесь работают профессиональные тренеры. Здесь сюда приезжают к нам профессиональные баскетболисты. И сегодня нужно сказать, что город Десногорск, Смоленская область живет баскетболом. Красную ленточку перерезали Андрей Петров, вице-губернатор нашей области Лев Платонов и глава города Вячеслав Сидунков. Почетные гости, те, кто вложил большой вклад в развитие спорта в Десногорске, получили подарки. В спортивном празднике принимали участие пять команд категории А, среди них и сборная России, ветераны Советского Союза, гости из московских команд. Эти команды категории А, то есть эти команды играют во всех супертурнирах России и во всех супертурнирах Европы. Кроме нашей молодой команды «Динамо Росатом», мы не ставили целью победу, мы ставили целью олимпийское участие. Это был наш дебут, и мне кажется, что ребята с ним вполне справились, потому что играть с такими опытными мастерами – это, наверное, хорошая-хорошая школа в дальнейшем. За это время наша детская баскетбольная команда «Динамо Росатом» уже стала обладателем Кубка Смоленской области, а скоро они примут участие в чемпионате Центрального Федерального округа. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин